МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК в студии. Дарья Тарасенко сейчас коротко. Главные темы этого выпуска. Школьница получила травму на мэрской елке. На ребенка упала 20-килограммовая деревянная конструкция. Не следили за режимом и отправляли водителей в рейсы без отдыха. Новые подробности аварий с автобусом, где погибли 4 человека. Уже на этой неделе в город снова вернутся 30-градусные морозы. Когда? Подробный прогноз от специалиста гидрометцентра. И первая серия нашего нового проекта «Красноярск-Краснодар». Почему сибиряки так рвутся на Кубань и с какими проблемами сталкиваются? Мы начинаем ЧП на мэрской елке в парке «Мэджик Лэнд», где в этом году администрация устроила Новый год для школьников. На четырехклассницу упала 20-килограммовая деревянная рамка фотозоны. Ребенок сейчас в больнице. Репортаж Ильи Филонова. Сержант полиции «Железийский». На мэрскую елку в парке «Мэджик Лэнд» просто так не попасть. У обоих входов дежурят полицейские. Дети и сопровождающие проходят по спискам. У здания стоят бригады медиков и спасателей. Но когда в парке собралось тысяча детей разом, предотвратить ЧП всё-таки не удалось. По сообщениям очевидцев, из-за большой давки дети столпились возле фотозоны. В какой-то момент одна из частей конструкции не выдержала и рухнула на 10-летнюю Вику. Те, кто были рядом, рассказывают, к девочке тут же подбежали полицейские и вызвали скорую помощь. Сейчас ребёнка наблюдают врачи. У неё черепно-мозговая травма. А состояние оценивается как средняя тяжесть. Уже в больнице Вику посетил мэр Сергей Ерёмин. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм. «Я приехал навестить Вику в больницу. Пообщался с врачами. Слава богу, самочувствие девочки в порядке. Приказал службам в сотый раз обойти каждый угол, перепроверить все мелочи на безопасность». В мэрии пояснили. Эта рухнувшая деревянная рамка не принадлежит «Мэджик Лэнду». Фотозону специально обустраивали для мэрских ёлок. Сейчас администрация проводит служебную проверку. «Принимающие учреждения, как «Мэджик Лэнг», к данной ситуации, в моём понимании, пока ещё не закончилась, служебная проверка никакого отношения не имеет. Эти конструкции действительно устанавливались нашим муниципальным учреждением. В настоящее время по распоряжению главы города проводится служебная проверка. У нас есть ответственное учреждение, которое отвечает за установку этой локации. И по результатам расследования этой служебной проверки будут сделаны соответствующие выводы. И делать выводы чиновникам придётся очень быстро. До 20 декабря «Мэрскую ёлку» по подсчётам организаторов посетят 12 тысяч четвероклассников. На традиционное место – дворец Ерыгина. Перенести праздник не получится. Объект находится на реконструкции. Илья Филонов, Николай Чистяков. Новости ТВК. Закричал и резко вильнул влево. В сети появились кадры момента столкновения автобуса и фуры под Назарова. В этой аварии, напомню, погибли 4 человека, ещё 18 пострадали. Родственники водителя автобуса утверждают, мужчина часто был за рулём и мало отдыхал в последнее время. Подробности в следующем сюжете. Эти кадры аварии с видеорегистратора. Автобус, который везёт людей в Ужу, резко виляет влево. И через секунду сталкивается с фурой и разлетается по трассе. В аварии погибли 4 человека, один пассажир, оба водителя автобуса и водитель фуры. Ещё 18 человек пострадали. Состояние четырёх оказалось настолько тяжёлым, что их вертолётом экстренно доставили в Красноярск. Самой тяжёлой пациентки нет и 18. Пациентка 17 лет. Её тяжесть обусловливает тяжёлая черепно-мозговая травма. Это переломы различной локализации, травмы грудной клетки, травмы внутренних органов. Некоторые из них по этому поводу уже прооперированы. Официальной версии случившегося пока нет. Очевидцы утверждают, перед столкновением водитель вскрикнул что-то вроде «ты что делаешь?». Что произошло, сейчас выясняют следователи. Заведено уголовное дело. А вот у близких погибшего водителя автобуса есть своя версия. Его просто загоняли в рейсах. Трагедия могла произойти из-за банальной усталости. О том, что усталость за рулём – это большой риск, говорят и специалисты. Я ранее занимаясь автобизнесом, ехав по трассе от одной точки до другой, бывало, начинаются видения, то есть это, к примеру, надвисающие деревья над проезжей частью, кажется, что это выпрыгивают люди на проезжую часть. И сам того не подозревая, я засыпал. Ну и, к сожалению, частные предприниматели сегодня злоупотребляют таким положением. Ну, может это быть связано с тем, что подорожание топлива. Частные предприниматели пытаются как-то сэкономить. Поговорить о состоянии водителя не получилось. На предприятие нас не пустили, дальше проходной и пытались выгнать. И, несмотря на десятки звонков и просьб выйти начальству, ответа мы так и не дождались. Не трогайте меня. Я сказал, вам не досуда. Контролирует перевозчиков управления госавтонадзора. Там рассказали, существуют определенные правила и регламенты на сон, отдых и количество смен. В управлении уже изъяли записи с камер, путевые листы и показатели тахометра. Сейчас мы затребовали выгрузку тахографа. То есть, взяли графики движения автобусов, соответственно, работы водителей. Изъяли за предыдущий месяц путевые листы. Сейчас идет обработка. Ну и после обработки мы можем уже сказать, были ли нарушения режима труда и отдыха у этих водителей. Результаты проверки пообещали сообщить уже к концу этой недели. Алена Крашенинекова, Александр Тропин, Новости ТВК. О безопасности на рейсовых автобусах поговорим в программе «После новостей». Как сейчас проверяют междугородних перевозчиков. Сколько должен отдыхать водитель между рейсами. Об этом расскажет начальник сибирского межрегионального управления госавтодонадзора Федор Семенков и координатор ФАР в Красноярском крае Егор Фролов. И губернатор сегодня прокомментировал арест руководителя межрегионального Росприродонадзора Андрея Калинина. Напомню, высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 300 тысяч рублей. По версии следствия, эти деньги чиновник получил за согласование экологической экспертизы Кызыльской ТЭЦ. Калинина арестовали. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Александр Уст недавно провел переговоры в Москве с федеральным министром экологии Дмитрием Кобылкиным и договорился, что в край приедет специальная комиссия. Она проверит законность решений, которые принимали в Росприроднадзоре. Это шокировало, когда федеральный чиновник, что называется, торгует здоровьем и экологическим состоянием территорий. Речь шла там не о Красноярском крае, а о ТЭВе, но тем не менее, когда тема экологии на слуху, когда это жизненно важно для всех, злоупотреблять своими возможностями и продавать интересы людей, ну, конечно, это ничего иного, кроме как возмущения, не вызывает. Метель надвигается на Красноярск. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, предупреждают спасатели. Как изменится погода прямо сейчас подробно расскажет специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Он на связи со студией. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер. Ну, в ближайшие дни наша территория будет находиться под влиянием довольно активных воздушных потоков. Все благодаря приближению очередного циклона с северо-западной Сибири, поэтому действительно неделя ожидается довольно ветреной. Уже сегодня ночью ждем усиления западного ветра. Порывы могут достигать неблагоприятных значений. Сохранится он и завтра. Температурный режим будет довольно приемлемый, около минус 6 градусов. В среду примерно так же, только что уровень комфортно продолжит... сохранится довольно некомфортным в связи с сохраняющимся порывистым ветром. Время от времени будет идти небольшой снег. Действительно, возможны метели в основном в окрестностях города. И только вечером в среду ждем прохождения холодного атмосферного фронта. С дальнейшим ростом атмосферного давления в городе начнется похолодание. Уже в ночь на четверг ждем понижение температуры воздуха до минус 15 градусов. Ну, а самое холодное ожидается ночь на пятницу. Около минус 25 градусов. Но надо сказать, что более глубокому арктическому вторжению воспрепятствует довольно активный юго-западный воздушный перенос. Поэтому суббота, согласно предварительным прогнозам, остается еще при умеренно морозной погоде в дневные часы около минус 15 градусов. Но вот в воскресенье антициклон вновь начнет набирать силу, похолодание возобновится. И в дальнейшем уже стоит ожидать установления сухой, малооблачной и действительно морозной погоды. Но об этом более подробно через неделю. Дарья. Да, спасибо, Иван. Какие хорошие были эти выходные, но снова придется готовиться к холодам. Мы продолжаем. Адама и Еву вернули на проспект Мира. Скульптуры вновь украшают фонтан напротив бывшего технологического университета. Напомню, композиция была на реконструкции с сентября. За это время фигуры Адама и Евы почистили и отреставрировали. Сейчас рабочие обновляют фонтан, он станет меньше, а вот лавочек вокруг наоборот будет больше. Завершите работы, обещают уже в конце недели. В Приморье выбрали нового губернатора. Главой региона стал единоросс Олег Кожемяк. А именно на него делал ставку Кремль. По предварительным данным он получил 62% голосов. Оппозиция говорит о массовых нарушениях на участках, о подвозе избирателей и манипуляциях с цифрами. Но Кожемяка уже поздравил лидера «Единой России» Дмитрий Медведев. А от центра избирком нарушений не заметил. Наш корреспондент Виталий Поляков следил за приморскими выборами. Он сейчас в прямом эфире. Виталий, что говорят специалисты? Как к кандидатуре Кремля удалось победить? Ведь в первом туре победу, можно сказать, одержал коммунист. Действительно, эти выборы в Приморье были уникальными и, конечно, странными. И Кремль там опробовал свою, наверное, можно сказать, новую стратегию. Но сначала давайте взглянем на результаты. Вот сейчас они на экране. Вроде победа кандидата от власти Олега Кожемяка выглядит убедительной. Но специалисты обращают внимание на некоторые аномалии. На отдельных участках результаты Кожемяка и других кандидатов совпадают вплоть до 10%. Причем у победившего кандидата на этих участках результат выше среднего. Эксперты обращают также внимание и на явку. Она в Приморье была около 40%. Это значительно выше, чем было в сентябрьском первом туре. Косвенно эти данные говорят о манипуляции с результатами. Есть и другие данные. Вот, например, на один из участков пришел избиратель, чтобы проголосовать. Но выяснилось, что по документам он уже здесь был и галочку поставил. После проверки появились подозрения, что члены избиркома могли подделать протокол. Вот эта девушка внесла в журнал избирателей, пасырные данные людей, и выдала бюллетень. А люди, на самом деле, не приходили на участок. Не приходили. Сейчас вызвали полицию, пишем заявление. Ну, фамилии на людей этих обзвонили, спросили, никто из них не приходил. Один даже находится за границей, да, находится? Да. Но, по данным избиркома, существенных нарушений на выборах в Приморье не зафиксировано. Главный единоросс, лидер Единой России Дмитрий Медведев уже поздравил Олега Кожемяка с победой. Но вообще напомню, что вся эта эпопея с выборами в Приморье началась еще в сентябре. Тогда во второй тур вышли единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Несмотря на поддержку Кремля и президента Андрея Тарасенко, во втором туре случилась настоящая сенсация. При подсчете голосов долгое время лидировал Ищенко, причем с хорошим отрывом. А когда обработать оставалось около 5%, то внезапно вперед вырвался Тарасенко. И в итоге нарушения были столь очевидными, что Центризбирком признал выборы несостоявшимися. Победу у Ищенко фактически отобрали и, кстати, до повторных выборов не допустили. Он не прошел муниципальный фильтр. Политологи считают, что столь важный стратегический регион партия власти просто не могла отдать конкурентам. Приморье окно в Азию, рядом Китай, Япония, край отдален от центра. Поражение здесь означало значительное ослабление системы власти, в том числе в глазах избирателей из других регионов. Новая стратегия Кремля как раз вот и заключалась в том, чтобы исключить любой негатив, связанный с Кожемяком. Он пошел на выборы не как член Единой России, а как самовыдвиженец. Кремль всячески помогал ему. Из Хабаровска во Владивосток даже перенесли столицу Дальневосточного федерального округа. Жителям края разрешили ввести автомобиль из-за границы без установки системы ГЛОНАСС. Это позволило существенно сэкономить. Региону выделили дополнительное финансирование из Москвы и тому подобное. Все это вкупе дало возможность Олегу Кожемяк победить. Ну что будет дальше, теперь посмотрим, во что это выльется. Даша. Да, спасибо, Виталий. Мы будем следить за этой ситуацией. Но пока продолжаем. Вернуть награду. Международный Олимпийский комитет потребовал вернуть золотую медаль красноярского бобслиста Дмитрия Труненкова. Напомню, спортсменов Труненкова, Алексея Воеводу, Алексея Негодайло и Александра Зубкова Олимпийский комитет обвинил в употреблении допинга. Однако позже Труненкова и Негодайло все-таки оправдали, а Своеводы и Зубкова обвинения не сняли. На четверых спортсменов заработали две золотые медали. Теперь спортивные чиновники требуют вернуть совместно заработанные награды. И вот как эту новость прокомментировал новость МТВК сам Дмитрий Труненков. Бумаги официальные я не получал. Всю информацию я знал от вас, от журналистов. То есть не было никаких официальных документов с просьбой вернуть медали. Скорая помощь на высоте. Новости ТВК провели день с врачами санавиации. Доктора летали в лесосибирск, а они вертолетом доставили мужчину с инфарктом на срочную операцию в краевую больницу. Как работают те, кто буквально летят на помощь, когда каждая минута может стоить жизни? В сюжете Дениса Козлова. Успеваешь подумать, наверное, о своих детях, о своих родных и близких. Вот это пролетает в голове. К 10.45 утра Константин едет на скорой в аэропорт. В санитарной авиации он 15 лет. Был одним из первых, кто полетел на помощь в Ермаковский район, когда разбился губернатор Лебедь. Сейчас нужно срочно лететь в лесосибирск. Там у мужчины случился инфаркт. Больному нужно делать коронарное шунтирование. Менять забитый холестерином сосуд на искусственный. Такие сложные операции делают только в краевой больнице, говорит медик. Везти на машине нельзя. Долго и отрязки может оторваться тромб. Поэтому больного вывезут вертолетом. Прийти на помощь по словам врачей они готовы всегда. Не важно день или ночь. Если подходят метеоусловия, то мы вылетаем. Мы же вылетаем не только. Сейчас мы летим к взрослому пациенту. У нас летают бригады детской и кушерской реанимации, которые летят действительно к беременным женщинам, к детям. Где действительно, как вы сказали, счет идет на минуты, где надо оказать помощь, чтобы не погиб этот человек, не погиб там маленький человек. 11.00. Оборудование готово. Бригада из двух фельдшеров в сборе. Летим. Полет на Лиссасибирске вот на таком Ми-8 в среднем занимает чуть больше часа. Дохатанки 7-5. Так получается, что за несколько лет работы врач может вылетать несколько тысяч часов. Это больше, чем любой заправский пилот. 12.45. Мы в Лиссасибирске. Мчимся в местную больницу. На месте у Олега, так зовут больного, выясняют, как произошел инфаркт. Врачам нужно знать каждую мелочь, чтобы понять, как за пациентом ухаживать в полете. Ну, вчера шел с гаража, что-то вот как-то так, вроде как начал задыхаться. Бросило в пот, там я пришел, померил давление, там давление по 200. Таблетки к вечеру там уже начало давить в груди. Удро вызвали скорую и попал сюда. В 13.00 пациента кладут в специальный мешок, чтобы больной не делал лишних движений, да и перевозить лежачего так гораздо удобнее. Уже в вертолете мужчину подключат к медицинскому модулю. Идет кислородик, чувствуете? Чувствуете? Он подает кислород, на высоте его меньше из-за давления. В модуль встроен и аппарат искусственной вентиляции легких и дефибриллятор. Если больному станет плохо, реанимировать будут прямо в воздухе. К этому готовы все врачи. В 14.30 больной уже в краевой больнице. Его готовят к операции. От Койки в Лисосибирске до Палаты в Красноярске чуть меньше 4 часов. И таких вылетов санавиация делает около 2000 в год. А это 2500 спасенных жизней. Сейчас в краевой санавиации работает 53 человека. Это врачи узких специальностей. Нейрохирурги, кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и врачи-реаниматологи-анестезиологи. В авиапарке у врачей 11 вертолетов Ми-8, два французских еврокоптера и американские самолеты. Они могут летать со скоростью до пяти сотен километров в час. Большая часть вылетов на север в труднодоступные районы вызывают летающую скорую даже на мыс Челюскин. В этом году Край включился в реализацию федерального проекта здравоохранения. Это значит, что уже в следующем году получат больше средств на развитие службы, сообщают в правительстве. Там объясняют, в первую очередь это позволит провести в воздухе дополнительно около 500 часов и перевести на лечение в клинике Красноярска 200 человек, для которых крылатая скорая иногда последняя надежда. Денис Козлов, Сергей Малафеев, Новости ТВК. В Красноярске ищут доноров костного мозга. Он необходим для четырехмесячной Даши, которая борется с раком крови. Где и как можно помочь девочке, расскажем в рубрике «Новости коротко». В Красноярске ищут доноров костного мозга для четырехмесячной девочки. Даша Гвоздева лечится от рака крови. Спасти ей жизнь может пересадка костного мозга, говорят медики. Но подходящего донора пока нет. Искать его собираются по всей Сибири. В Красноярске акция пройдет с 18 по 28 декабря. Чтобы вступить в национальный регистр доноров костного мозга, нужно сдать кровь из вены в медицинских офисах «Инвитро». Они есть по всему Красноярску. Прививаться за свой счет лучше уже сейчас. В Роспотребнадзоре торопят с вакцинацией против гриппа и ОРВИ. Тем, кто прививается за свои деньги или, например, за счет работодателя, лучше поторопиться, уверяют специалисты. В конце января-начале февраля медики ожидают сезонный всплеск заболеваемости. Первый «Макдональдс» заработает уже послезавтра. Об этом в сети сообщил красноярский ресторатор. Речь идет о точке на взлетке. Правда, на 19 декабря запланировано только техническое открытие. Иными словами, попробовать можно будет не все. Полная кухня станет доступна только в конце месяца. Точная дата неизвестна. Однако известно, что к концу этого года также заработает «Макдональдс» и «Наперенсона-4». А вот точки на Волочаевской, «Авиаторов» и «Партизана» появятся только в следующем году. Мастерит украшения сама, поздравляет с наступающим и дарит детям сладкие подарки. На 37-м маршруте, который идет от ЖД вокзала до Базахи, появилась кондуктор «Снегурочка». Зовут ее Ирина. Она уже несколько лет украшает салон автобуса и наряжается сама. Причем, говорит, это ее личное желание. Здравствуйте. Здравствуйте. Выходите в наш счастливый, веселый вагончик. Я залезла в интернет. Валеринки, снежинки. Распечатала их на принтере, шаблончики. Купила бумагу. В «Леонардо» съездила планету толстую для черчения. Все вырезала, все ножничками. Ну и вот юбочки всякие наделала. Покин, фоамиран купила. Пассажиры признаются. Сначала удивляются, а потом и сами начинают поздравлять в ответ. А некоторые даже стали специально ловить именно этот автобус, чтобы получить поздравления от «Снегурочки». Мы наконец-то живем в Базахе 39-м. Из садика со школы, где-то капризничают или что-то. Автобус подошел, они смотрят. Нет, это не наш, не красивый. Поедемте на красивом. Сегодня в новостях ТВК стартует новый проект «Красноярск-Краснодар». Наш корреспондент Виталий Поляков побывал в кубанской столице и выяснил, почему наши земляки переезжают в этот город, почему едут именно туда. И с какими проблемами сталкиваются и красноярцы, и краснодарцы. Миграция в южный город действительно в последнее время зашкаливает. Ежегодно туда уезжает около тысячи сибиряков. Итак, первая часть нашего проекта прямо сейчас. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Так говорят те, кто решил переехать в кубанскую столицу. Этот регион занимает первое место в России по притоку переселенцев. И красноярцы не исключение. Вообще, на самом деле, я считала, что я иду в рай. Я иду прямо в сказку, практически как в рекламе баунти. Ну, так и получилось. Красноярский Краснодар как города-побратимы. И тут, и там казаки. У них море Кубанское, у нас Красноярское обуводохранилище. Мы живем в миллионниках и мечтаем о метро. А главное название у наших мегаполисов уж сильно похоже. Те, кто здесь не живут, путают часто. Одним из первых Красноярский край назвал Краснодарским генерал-губернатор Лебедь в далеком 1998 году. И это не помешало ему выиграть выборы. Кстати, на его инаугурации тогда начальник главного контрольного управления при президенте России Николай Патрушев допустил ту же оговорку. Сегодня знаменательный день в жизни Краснодарского края. Красноярского края. Принято, пожалуйста. Те, кто перебрался в Краснодар, его с Красноярском уж точно не перепутают. Сюда в первую очередь едут за климатом. Здесь почти нет морозов. Даже в январе столбик термометра пляшет около ноля. А сама зима длится вовсе не 9 месяцев, как у нас. Все нам здесь говорят, что с погодой в Краснодаре не повезло. Сейчас всего плюс 3. Говорят, что в это время обычно в ноябре в Краснодаре до плюс 10, а то и до плюс 15. Ну, все это, конечно, с чем сравнивать? Сейчас, в данный момент, в Красноярске минус 13. Ну и, конечно, по сравнению с такой температурой здесь просто жара. Но здесь проблема другая. Летом зной, от которого спастись можно только под кондиционером. В апреле до плюс 35, в июле до плюс 40, в октябре до 34. Садится солнце вечером, да, темно, 11 вечера, на улице плюс 35. В темноте. Ну, то есть даже солнце уже не греет. И это совместно с влажностью, он воздух, вот и просто он душный, духота. Вот это свежесть и прохлады здесь в августе не бывает. И экология. Никакого черного неба. Здесь не задыхаешься. В черте Краснодара нет крупной промышленности, металлургических заводов, угольных ТЭЦ. Говорят, воздух здесь вкусный. Может, потому, что Черное море близко, до него около 100 километров. Вот, например, Наталья с семьей попрощалась с Красноярском в первую очередь из-за экологии. Устала дышать смрадом и слышать новости об очередной партии отходов, поступающих в наш регион. Холод, сами понимаете. Мы же там родились, холод не страшно, экология страшнее. Вы знаете, к сожалению, это регион донор. В таком смысле печальном ты понимаешь, что это еще и определенный регион помойка. Это очень грубо сказано, но это вот с болью, с патриотической действительно говорится. Начнем с отработанного ядерного топлива прежде всего. Ну и проблем в Краснодаре хватает. Главное – перенаселенность. Официально в городе миллион человек, а неофициально все полтора. Сюда едут из Кавказа, Украины, Сибири, Дальнего Востока. После войны на Донбассе Краснодар пережил новую волну мигрантов. Один из них – наш водитель такси. В Донецке идет война. Я здесь, в Донецке. И, честно говоря, мне это надоело. Хочется спокойной, милой жизни. А в Донецке вообще работы нет. Ну, война идет. Что вы хотите? Поверните направо. Приезжих здесь так много, что найти наших дерьмов большого труда не составило. Мы решили узнать, оправдал ли ожидания Краснодар. Как устроились они на новом месте, где живут, где работают и как их встречают местные? Кто такие кубаноиды и панаехи? Чем наш город лучше? Всю эту неделю смотрите проект «Красноярск-Краснодар». Виталий Поляков, Александр Тропин. Новости ТВК из кубанской столицы. Лучшая в боулинге спортивная команда горно-химического комбината в этом году привезла больше 30 медалей с отраслевой атомиады и завоевала золото краевой спартакиады трудящихся. И в конце года призовая игра. Как руководство атомного предприятия поощряет лучших спортсменов и почему работники не пропускают такие состязания, расскажем в сюжете далее. Больше ста спортсменов, представители разных подразделений горно-химического комбината вышли на дорожки. В программе краевой спартакиады есть боулинг. Но сегодня с терминами сплит, страйк, страйк-шот знакомились пловцы, лыжники, волейболисты и легкоатлеты. В этом году ГХК решили провести свой турнир, где встретились представители всех видов спорта сборной предприятия. Турнир длился почти два часа. Номинации «Отдельно мужчина», «Отдельно женщины», «Микс», «Пара мужчина и женщина» и «Команда подразделения. Четыре человека». Спорт он объединяет. В работе все отношения другие у людей. А когда на спортивной площадке отношения совсем другие. Это и как единая команда, и на результат все работают, и весело, и все сплочаются как коллектив. На работе такого нет, а в спорте тут хочешь не хочешь, а приходится. На комбинате уверены, спорт должен присутствовать на каждом предприятии, чтобы дисциплинировать сотрудников и существенно повышать работоспособность. Спорт – это одно из немногих средств, которое помогает объединять коллектив, держать в таком спортивном хорошем тонусе всех работников. То есть, естественно, проводить профилактику заболеваний всевозможных, потому что человек, который занимается активно, он и на производстве активен. То есть, он и там результативен. Такие соревнования сотрудники ГХК провели впервые, как призовое спортивное состязание перед Новым годом. В дальнейшем на комбинате планируют сделать подобные игры хорошей традицией, как стали традицией спортивной победы и внимание к своему здоровью. С января управляющие компании должны снизить плату за содержание и ремонт многоквартирных домов. Это связано с тем, что за вывоз мусора теперь жители будут платить отдельно. Будет это новая строка в квитанции или появится новая платежка, пока не решено. Напомню, тариф за вывоз мусора правительство утвердило на прошлой неделе. Платить за утилизацию отходов горожане теперь будут, исходя не из площади жилья, а с каждого прописанного человека. Тариф для жителей многоквартирных домов левого берега почти 80 рублей, для правобережья 87,5. Для частного сектора оплата будет еще выше, причем квитанция им придет совмещенная с платой за электроэнергию. Есть риск, что если собственники не будут исправно платить за вывоз мусора, им могут отключить свет. Если не будет оплачена вся сумма целиком, значит появится задолженность, в том числе и за электроэнергию, возможно штрафные санкции. Я все-таки призываю к тому, что эта реформа должна когда-то была начаться на территории Красноярского края, поэтому призываю, конечно, оплачивать эту услугу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok